Хорошо выпивший телеведущий одним словом объяснил какая будет сахар погода. Все пьющие делятся на три категории. Выносливые, положительные и малопьющие. Выносливые пьют пока их не вынесут. Положительные пьют пока их не положат. А мы малопьющие. Сколько пьем нам все мало. Ты потратил лучшие годы моей жизни. Я 15 лет для тебя готовлю. Мне еще хуже. Мне 15 лет приходится жрать то что ты готовишь. Вовочка возвращается из школы и отец спрашивает у него. Ну что Вовочка какие сегодня у тебя оценки. Вовочка говорит. Да ну папа настоящие мужчины вот такой мелочи не разговаривают. Вот и подходит к концу год который ты подкачался. Начал правильно питаться. Завел новые отношения. Начал бегать по утрам. Побывал за границей. Перестал заниматься всякой ерундой. Выучил иностранные языки и просил курить. Вон видишь уроды сидят. Почему уроды? Нормальные мужики. Сидят пьют. Ты их даже не знаешь? Мне их глаза не нравятся. Глаза как глаза. А вот я сейчас подойду и попрошу налить. Увидишь какими глазами они на меня посмотрят. Уроды. В старости мы будем рассказывать нашим внукам что были кнопочные телефоны. А кое-кто попытается рассказать для чего телефону был нужен диск. Профессиональное молчание это когда человек молчит так умело что гасит всякое общение на расстояние 10 метров. Я себе могу купить абсолютно все что захочу. Ты так сильно богат? А нет я просто хочу мало. Окружающие часто называют меня долгодятлом. Чтобы их не слышать я включаю погромче колонку у себя в рюкзаке. Именно у нас появились первые социальные сети. Стоило на заборе написать Матрюна так сразу появлялись и статусы и комментарии. Подписываемся кликаем на колокольчик. Подписываемся кликаем на колокольчик. Подписываемся кликаем на колокольчик. Подписываемся кликаем на колокольчик. Подписываемся кликаем на колокольчик.